СМОЛЕНСКАЯ АЭС-2 СМОЛЕНСКАЯ АЭС-2 Именно поэтому с особым энтузиазмом воспринимаются новости о предстоящем сооружении новых генерирующих мощностей. 15 июля очередной акцент на приближающейся масштабной стройке сделал губернатор Смоленской области Алексей Островский в своей первой за последние 8 лет статье в газете «Рабочий путь». В Десногорске в этом году начнутся работы по возведению второй очереди Смоленской атомной электростанции. Это будет огромная, как говорили раньше, всесоюзная стройка. Со всей страны приедут строители, инженеры, специалисты. Им надо будет где-то жить, а по завершении строительства работать на второй очереди Смоленской АЭС. Статья вызвала эмоциональный отклик у смолян, особенно у десногорцев. Жители атомного города уверены, что реализация такого проекта для Десногорска станет переходом на качественно новый, более высокий уровень жизни. В связи со строительством Смоленской атомной электростанции САЭС-2 наш город получит дополнительный жизненный импульс, который послужит новым этапом к развитию города. Хочется верить, что то, что обозначено в планах, воплотится в жизнь. Что Десногорск наш будет развиваться, что САЭС-2 будет строиться. И в нашем городе, и на нашей станции найдется место применения сил нашим детям и внукам. Сооружение САЭС-2 с сопутствующей инфраструктурой. Это в том числе создание новых рабочих мест. Для молодежи Десногорска это будет прекрасный шанс применить свои знания, умения и амбиции народа. По практике, не покидая родной город. Я слышала то, что будет строиться САЭС-2. И я считаю, что это будет очень хорошая идея, так как появятся новые рабочие места. Город будет дальше развиваться и будет повышаться уровень жизни населения. Ранее проведенные инженерные изыскания, выполненные на трех площадках, показали, что место в районе бывшей деревни Пятидворки Рословского района предпочтительно для строительства АЭС по всем показателям. Новая станция будет находиться в шести километрах от действующей сейчас. 19 июля отмечается удивительный и вкусный праздник – День пирожков с малиновым вареньем. Оригинальному событию всего пятый год, но оно уже обрело своих почитателей. Одна из них – Изабелла. Будучи поваром по профессии, она с интересом и любознательностью относится к каждому подобному празднику. И День пирожков с малиновым вареньем здесь не исключение. Пирожки с малиной мои самые любимые. Я их часто дома готовлю. И сын любит, и муж любит. Пирожок – это блюдо исключительно русской кухни. Выпекается из дрожжевого теста в духовке или жарится. Внутрь кладется всевозможная начинка. Мясо, картошка, капуста, ягоды, лук с яйцом. Начинка же для сегодняшнего угощения – малина, которая в это время года растет буквально на каждом дачном участке. Следующим этапом я буду раскатывать тесто для того, чтобы положить начинку и сформировать сам пирожок. Несомненный плюс такого угощения – это и его простота готовки. Обладая даже минимальными кулинарными навыками, есть все шансы испечь правильный пирожок. Следующим этапом мы заворачиваем тесто. Здесь нужно обязательно хорошо скрепить стык, чтобы мы ничего не потеряли. Когда основная работа сделана, пирожки отправляются в духовой шкаф. Это и будет финал недолгого и достаточно приятного занятия. Как говорит Изабелла, в приготовлении пирожков нет места кулинарным секретам. Секрета никакого нету. Главное делать пирожки с вниманием и любовью, и тогда они получаются на радость всем и очень вкусные. А это можно оценить уже буквально через 10 минут. Пирожки встречают сладким ароматом и аппетитным внешним видом. И становится очевидно – такое угощение достойно того, чтобы у него был свой особый праздник. С днем пирожка с малиновым вареньем! Олег Соловьев, Владислав Полоскин, Десна ТВ На сегодня выпуск завершен. Оставайтесь в компании Десна ТВ. Всего доброго! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров Н.Александрова